Доброе время и суток, уважаемые посетители сайта Нокта. Это программа Нокта Форум. Как вы знаете, мы запустили новый формат для проведения в более широком формате с присутствием большего количества заинтересованных сторон, представителей органов власти, гражданского общества, для обсуждения со всеми этими заинтересованными сторонами важные вопросы, которые волнуют Гагаузию и населенные пункты Гагаузии. Сегодня я предлагаю поднять такую очень важную тему, как право на доступ к информации, которое включает также в себя и прозрачность процесса принятия решений, а именно доступ к вопросам о деятельности органов власти и принятии решений органами власти в течение года, в конце года. И, скажем так, иногда органы власти, как вы знаете, принимают решения и по ночам, то есть доступ к информации в том числе и к этим моментам. Сегодня у нас в студии спикеры, я готов их представить. Это депутат Народного собрания Екатерина Федоровна Жекова. Екатерина Федоровна, здравствуйте, добро пожаловать в программу «Ноктофорум». Примар муниципия Чедер-Лунга Анатолий Афанасьевич Топал. Анатолий Афанасьевич, здравствуйте, добро пожаловать. И исполнитель директора центра «Грин» гражданские инициативы город Чедер-Лунга Любовь Михайловна Касым. Любовь Михайловна, здравствуйте, добро пожаловать. У нас на связи по скайпу эксперт в области вопросов доступа к информации Дмитрию Русу. Дмитрию, здравствуйте, слышите ли вы в студию? Добрый день, рад вас услышать. Да, я вас тоже. У нас также гости, это представители органов власти, гражданского общества, Дмитрий Кса, муниципальный советник города Камрад Дмитрий. Здравствуйте. Вячеслав Бессараб, журналист, Елена Мина, представитель гражданского общества «Мамы в действии», да, по-моему, Андрей Шевель, гражданский активист, молодежный учитель, Мария Серкили, пилигрим-демо и представитель центра «Грин» также у нас среди зрителей. Формат следующий. Спикеры будут иметь по 5 минут для того, чтобы представить свою точку зрения относительно того, как они видят ситуацию с доступом к информации и прозрачностью процесса принятия в ГГУЗИ. У нас после этого будет включение эксперта, который выскажет свое мнение и прокомментирует вышесказанное, также представит свою точку зрения относительно того, как должны в соответствии с законом обстоять дела и в соответствии с хорошими практиками, после чего мы перейдем к вопросам со стороны зрителей, которые присутствуют у нас в студии. Также у нас возможен раунд перекрестных вопросов между самими спикерами, ну и, естественно, вопросы от меня, как от модератора. Не могу не обратить внимания на то, что вы знаете, что у нас, к сожалению, пандемия и введен масочный режим, как бы я вынужден это сказать, если вы… Поэтому я прошу вас, призываю вас пользоваться масками. Но если вы считаете, что вам от этого сложнее или у вас есть какие-то с этим проблемы, как бы все остается на вашу, скажем так, ответственность. То есть каждый решает сам. Просто я должен был напомнить о том, что у нас масочный режим и напомнить о том, что у нас пандемия. Итак, как я сказал, переходим первый раунд, это раунд выступлений спикеров. До пяти минут, Екатерина Федоровна, вы как автор закона о прозрачности Гагаузии. Скажите, пожалуйста, насколько вы удовлетворены тем, как в Гагаузии обеспечивается прозрачность и насколько граждане, с вашей точки зрения, и не только граждане, в том числе и депутаты Народного собрания, имеют доступ к информации, которая их интересует и которая их волнует? Спасибо, Михаил. Я вначале хотела бы отметить важность обсуждения этой темы. Почему? Потому что, когда мы говорим о прозрачности принятия решений, почему-то первое, что появляется у тех людей, кто рассуждает на эту тему, власти должны быть прозрачными. Да, безусловно, закон о прозрачности принятия решений принимался для того, чтобы обязать власти сделать свою работу прозрачной, а жители должны пользоваться этой прозрачностью. Что нужно делать? Нужно интересоваться, какие решения принимают власти. Так вот, сказать о том, что полностью ли я, как один из авторов этого закона, удовлетворена реализацией, думаю, что будет неправильно сказать, да, удовлетворена, потому что очень много еще предстоит сделать. Но что меня радует, меня радует то, что с появлением закона о прозрачности принятия решений, вы знаете, что были в 2017 году внедрены, вернее, приняты изменения в закон об исполнительном комитете Гагаузии и в регламент народного собрания. Вот эти изменения позволили тем людям, которые работают в исполкоме, чиновникам, и которые работают в народном собрании Гагаузии, чуточку серьезнее относиться к тому, что закрываться от людей, от вопросов нельзя. Это первое. Второе. Те решения, которые принимают чиновники, они должны быть как минимум выставлены на тех ресурсах, которые позволяют людям иметь доступ к ним. То есть это сайты. И если уж говорить о том практически, как это реализовывается, можно открыть сайты всех органов власти. Я говорю сейчас и об исполкоме, и о народном собрании, и о местных публичных органах власти. И посмотреть, что было в 2010 году, скажем, в 2015 году, и как обстоит ситуация сегодня. Конечно, сегодня очень многие примарии имеют свои сайты. И зачастую информацию о том, что принимается, какие решения принимаются советниками, либо примаром, какие распоряжения издаются, они публикуют. Но я тут хочу сказать, я бы не сказала, что стопроцентно выполняется закон. Не все решения и не все распоряжения размещаются на сайтах местных органов власти, точно так же и законодательного исполнительного комитета. Почему это происходит? Я не знаю, я вот думаю, но может быть для этого нужно еще какое-то время. Потому что все новое всегда воспринимается в штыки. Закон о прозрачности принятия решений, Михаил, вы, наверное, помните. И, кстати, принимайте просто комплимент, что об этом законе, о необходимости принятия такого закона в Гаузии, ваша организация как раз и брала на себя эту миссию созвать экспертов, организовать рабочую группу, подготовить этот законопроект. И мне кажется, что если бы этой работы не было сделано, мы сегодня вообще с вами вряд ли имели бы на сайтах информацию, прямая трансляция того или иного заседания, скажем. Но меня что огорчает? Меня огорчает то, что закон о прозрачности принятия решений очень многими чиновниками воспринят по многим позициям. Буквально. Мы же все свои заседания вам показываем, все решения, которые мы принимаем, мы вам продемонстрировали. Что вы еще от нас хотите? Нет. Закон о прозрачности принятия решений как раз говорит о том, что указаны конкретно сроки, за сколько дней до заседания, которые намереваются провести совет, либо любой избранный орган, должны быть размещены на официальном сайте. И мне кажется, что вот в этом, в организационном плане чиновников разных уровней есть большая проблема. Поэтому вот эта часть закона, мне кажется, не выполняется. Как пример могу привести, я законодательный орган представляю. Вот, допустим, все, наверное, следили, особенно те люди, которые сидят в этой студии, я убеждена, что следите за заседаниями Народного собрания ГГУЗИ, особенно за последнюю, потому что обсуждается главный документ, бюджет ГГУЗИ на 2021 год. Вот, допустим, депутаты, которые пришли на заседание 18-го числа, в пятницу, пакет документов от Исполнительного комитета Народное собрание получило 17-го числа. То есть вечером на нашу электронную почту нам, депутатам, был отослан пакет документов. То есть получается, что вот за ночь депутаты должны познакомиться со скорректированными какими-то цифрами, документами на 50, а то и на более страницах. Вот это говорит о том, что... Ну, подробности можно раскрывать, но, наверное, первое это... Я думаю, что, да, у нас в ходе дискуссии мы раскроем еще очень множество скобок, ну, сколько сможем раскрыть, относительно того о деятельности Исполкома, Народного собрания, о взаимоотношениях между Исполкомом и Народным собранием, в части обеспечения прозрачности и так далее. Это, кстати, очень интересный момент, как проходило последнее заседание, и как, скажем так, один орган власти реагирует на запросы другого органа власти о предоставлении прозрачности, о раскрытии, скажем, информации о том, сколько денег закладывается в бюджет, почему и какие расходы. Спасибо, Екатерина Федоровна, за ваше вступительное слово. Хотел бы передать слово примару муниципа Четвердонга, господин Топал. Скажите, пожалуйста, с какими вызовами, и как вы вообще оцениваете уровень прозрачности и доступ к информации, который обеспечивает ваш орган, по которому вы управляете, орган местного личного управления, и с какими вызовами вы сталкиваетесь в обеспечении доступа к информации и прозрачности? Спасибо. Я могу сказать про муниципи Четвердонга. Нами разработана, например, эта стратегия прозрачности. Хочу сразу сказать, что у нас не все идеально, есть еще над чем работать, потому что здесь есть один момент, на который я хотел бы обратить внимание. У нас есть два закона. Закон о доступе к информации и закон о персональных данных. И там есть явные противоречия, про которые уже говорят, в том числе, законодатели и в судах. Эти вопросы рассматриваются. И последний документ, который мы получили с агентства по защите персональных данных, сказано, вы сами должны выбирать, что является персональным данным и что не является персональным данным. Очень интересно. Мы перестали называть фамилии, когда идет вопрос о выделении материальной помощи, выделении участка. То есть те вопросы, где есть звучит фамилия Иванов. Мы не просто выключаем камеру, просто мы перестали эти фамилии называть. С другой стороны, общественности хотят знать, а кому выделяется материальная помощь, а кому выделяются участки, кто выигрывает, допустим, тендер на ту или иную, допустим, землю приобретает или в аренду берется. Здесь явно есть противоречие, с которой проблема, с которой мы уже сталкиваемся. И нам, премариям, никто не говорит, а как должно быть на самом деле. Или одну норму надо отменять, или вносить какие-то изменения. Если говорить в целом по премарии Муниципе Чадрунга, мы стараемся по... У нас есть раздел транспарентность, который сегодня работает не идеально. Мы, в принципе, буквально недавно сделали распоряжение, где четко обозначили, каждый специалист по своему направлению отвечает за вопрос, раздел транспарентность, есть налоги, есть закупки, есть бюджет, есть ставки мест налогов и сборов. Тоже скажет специалист, за эти вещи будут отвечать, и отвечать персонально. В том числе, если эти вещи не будут делаться вовремя, то будет ответственность, в том числе дисциплинарная и более серьезные меры. Это мы все сделали. Но раздел еще не идеальный, там есть над чем работать. Основная информация, которая там нужна, конечно, мы ее загружаем. И стараемся освещать те события, которые проходят у нас по Муниципе Чадрунгу, работу, которую проводит премарий совет. Мы стараемся выставлять информацию, какие проекты реализовываются, сумма, кто подрядчик эти работы проводит. Буквально сейчас мы, видя, что активность населения малая, мы пытаемся провести опрос среди мест населения, почему население не активно, почему не приходит на публичное слушание, почему их не волнуют те проблемы, которые есть в городе, и пути их решения. Сейчас мы готовим бюллетень итоговый за 2020 год, где мы полностью всю информацию предоставим о всех проектах, какая сумма, кто был подрядчик, какие работы были определены по каждому объекту. Но, как я сказал, здесь работы еще много над этим, и мы стремимся на то, чтобы наша премария все-таки была действительно открыта и прозрачна. Так какие вызовы? Я уже сказал, что есть вопросы, связанные с сопротиворечием, это основное. Остальное все в наших руках, плюс есть момент, связанный с тем, что эта вся работа, она будет, получается, накладываться на того специалиста, допустим, землеустроителя, он имеет основную свою функцию. Для того, чтобы этим всем вопросом заниматься, должен быть отдельный человек. Вот вместо секретарства это надо брать на работу, но если мы берем одну единицу, во-первых, мы опять раздуваем Штаты, и для этого мы должны закладывать минимум 60 тысяч в год на эту единицу. То есть это частично, в том числе, упирается и финансы, по крайней мере для местных бюджетов. Я понял, у вас господин Топал. Госпожа Касым, Евгения Халловна, значит, ваша организация занимается мониторингом деятельности, в частности, примаримой НТП Чудрунга и не только примаримой НТП Чудрунга. Скажите, пожалуйста, с вашей точки зрения, насколько на местном уровне обеспечивается доступ к информации и прозрачность процесса принятия решений. Я как бы всегда об этих двух вещах говорю как бы в связке, потому что прозрачность – это тоже доступ к информации. Насколько вы считаете, это соответствует требованиями запросам общества и требованиями запросам законодательства? Мы занимаемся мониторингом наших официальных сайтов по Чудрунгскому району. Значит, у нас в Чудрунгском районе есть 10 органов власти первого и второго уровня. То есть, как мы говорим, 9 примарей и одна администрация. И мы в какое-то время как-то решили посмотреть, какие населённые пункты и какие примарии имеют такие сайты. И пришли к выводу, что это хорошая идея для проекта. То есть нужно привлечь финансирование, потому что из беседы с примарами мы выяснили, что у кого-то не хватает средств на то, чтобы этот сайт создать, потому что стоит оно действительно для примарии ощутимая цена. У кого-то не хватает специалистов, кто-то не может обучить своих специалистов, потому что нет специальных курсов и так далее. И мы подали такой проект, нам эту заявку одобрили. И мы в течение года занимаемся этими вопросами. Значит, исследование, которое мы включили в этот проект и которое провели, тот же мониторинг, говорит о том, что наши населённые пункты не все на тот момент имели эти сайты. У нас было три села, которые не имели вообще сайты. Это было село Гайдары, которое когда-то у них была веб-страница, но потом закрылась по каким-то причинам. Это Баурчи, это Тамай. И районная администрация имеет сайт, но там она не структурирована, на взгляд эксперта, что оно как бы не соответствует. Значит, остальные 3-4 сайта, которые, как мы говорим, в спящем режиме, то есть эпизодически они что-то печатают, но есть разделы, которые ещё пустые. И есть даже моменты, когда примары говорят, а мы даже не знаем, что там писать, то есть что публиковать. На фоне всех остальных населённых пунктов более-менее эксперт посчитал, что сайт муниципе Чедерлунга является действующим. Не все пункты соблюдаются, но на фоне всех остальных является, ну скажем так, действующим сайтом. Также действующим сайтом является сайт села Копчак. То есть там не периодически публикуются материалы, а системно публикуются эти материалы. Другой вопрос, что на этих сайтах есть такие разделы, как прозрачность, которые, как отметили сами примары, они не совсем соответствуют тем нормам законодательства, которые есть в Республике Молдова. В Республике Молдова мы взяли за основу постановление 188, которым руководствовались, выяснили, какие требования есть и к дизайну сайтов, и к содержанию сайтов, и к стилю, и пришли к выводу, что если говорить о 10 сайтах, то 8 из них не соответствуют тем требованиям, которые есть в этом постановлении. И тогда мы решили, что мы должны помочь тем, у кого нет сайтов. На сегодняшний день все населенные пункты у нас в Чедерлунге, в Чедерлунском районе имеют эти сайты. Сейчас мы проводим консультационные сессии, где обучаем тех администраторов, которые должны вести эти сайты. Но общее такое впечатление, вот в какой мере не выполняется закон о прозрачности, в той же мере примерно не выполняется закон о доступе к информации. То есть эти инструменты, которые нами созданы, не факт, что еще они будут вестись. То есть не факт, что мы создали, допустим, сегодня сайт Баурчах, и Баурчи будет его вести. Уже отсюда вытекают другие проблемы. Проблемы, которые они, скажем так, пытаются решить, но они не могут, потому что нет сегодня человека, который захотел бы взять на себя ответственность по ведению этого сайта. И мы пришли к выводу, что почему не хотят, стали выяснять причину. Они хотят потому, потому что не хватает той грамотности в области прозрачности, в вопросах публичного управления. Не совсем они терминологию знают. И они могут всего лишь в два клика залить тот материал, опубликовать тот материал, который им кто-то даст. Кто-то сделает, готовый и даст. Но администраторы сайта или контент-менеджеры по-разному их называют, они должны, публикуя, еще посмотреть, что они публикуют. То есть на них тоже лежит ответственность. И вот второй этап, скажем так, нашей работы будет, наверное, заключаться в том, что мы будем по-новой обучать их этим вопросам. Спасибо большое, Любовь Михайловна. Хотелось бы услышать мнение нашего эксперта Дмитрия Руссо-Дмитрия. Вы могли бы дать некую, не знаю, там, вкратце описать, как вообще обстоят дела с этим в Республике Молдова. И с вашей точки зрения, насколько сегодня местные органы власти в различных регионах, может быть, в том числе и в ГГУЗе, у вас есть статистика, есть данные, обеспечивают доступ к информации и прозрачность процесса принятия решений. Хотел лишь уточнить сразу, сколько у меня есть минут для этого. Ну, у вас 5 минут, 5-10, ну, как бы для выступления. Потому что у всех спикеров здесь по 5 минут, чтобы не затягивать, да. Хорошо, спасибо огромное. В таком случае, наверное, зададим главный вопрос, зачем нужен доступ к информации в первую очередь. Наверное, скорее всего, ответ правильный будет, потому что тем самым обеспечивается контроль общественного общества непосредственно над транспарентностью действий разных органов, государственных органов. Так, зачем это надо в свою очередь? Потому что это, в принципе, борьба с коррупцией. И транспарентность принятия решений. Что такое борьба с коррупцией и транспарентность принятия решения? Это мои и ваши деньги. Также всех и тех присутствующих. Потому что в противном случае, если это не происходит, то есть если это не транспарентно, появляется вопрос, почему? Почему не обеспечивается транспарентность? Минимум есть два ответа для этого. Первый ответ – то факт, что нет желания, потому что что-то прячется, по сути. И второе – нет возможностей. Нет технических, физических, финансовых знаний о том, как обеспечить транспарентность. Давайте начнем, наверное, с последнего, потому что значительно проще ответ. Это решаемо, потому что это означает, что нужен специалист, нужен бюджет, 60 тысяч, о которых были сказаны. Даже допустить, что есть определенный человек, который занимается этим. Это не столь большие деньги, по сути, с одной точки зрения. С другой точки зрения, те меры, которые он должен предпринимать, можно разбить для разных работников. С одной точки зрения. Второй ответ, касающийся нежелания что-то показывать, чаще всего ссылается на закон о защите персональных данных. Сам закон 133, если меня не изменяет память, имеет определенные запятые, которые, в принципе, говорят о защите персональных данных, но это не означает, что я не могу запросить какую-то информацию и что госслужащие могут ссылаться на этот закон в чистом виде. Потому что тот же закон имеет такую статью, которая говорит о деперсонализации. В принципе, это означает, что если есть документ, который имеет персональные данные, если я запрашиваю этот документ, действие органа означает, что он должен деперсонализировать, убрать личные данные и предоставить мне документ, для того, чтобы обеспечить транспарентность. Опять же, сама транспарентность и доступ к данным, сам закон о доступе к данным, имеет 19-ю статью, которая говорит непосредственно о том, что в случае, если я отказываю тебе в доступе к определенной информации, то я должен ссылаться на определенные критерии. То есть, 19-я статья закона о доступе к информации имеет определенный перечень, на что должен ссылаться представитель власти. Там есть ссылка на закон и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Итак, касающийся, если мы вернемся немножко к процессе транспарентности, это не означает тот факт, что я должен только отвечать на запросы. Это означает, что я должен сделать максимально транспарентные сами решения, с одной стороны, процесс принятия этих решений, он должен включать в себя разных членов общества. Это означает также то, что говорили в самом начале, что не за один день до голосования того или иного закона предоставляется вся информация, а за много дней до, при этом, чтобы была возможность эффективно проконсультировать документ, и чтобы были дебаты, то, что мы, в принципе, сейчас делаем. То есть, сам этот процесс, он обеспечивает транспарентность. Как приняли решение? Более того, сам этот процесс сам этот процесс обеспечивает тот факт, что мнение всех было услышано, и принимается также решение, что является приоритетным. То есть, этот процесс дебаты, обсуждения до принятия обеспечивает тот факт, что есть общее определенное мнение, что является приоритетным для нас в следующем году. Потому что при отсутствии всего этого, увы, нельзя обеспечить благосостояние государства. Дмитрий, я благодарю вас за этот комментарий. Теперь предлагаю перейти к... Вот тут есть представители гражданского общества, и есть муниципальные советники, которые очень активно требуют прозрачности на своем уровне. И я бы, кстати, хотел бы развернуть, попробовать попытаться ответить на такой вопрос. И он прозвучал здесь в этой студии. Сначала его подняла Екатерина Федоровна, потом господин Топал, Анатолий Афанасьевич, поднял этот вопрос. Потому что есть две стороны. То есть, есть орган власти, который должен обеспечивать прозрачность и доступ к информации. И есть, скажем так, тот, кто пользуется этим правом. То есть, простой гражданин. Или же представитель представительного органа власти, извините за такую-то автологию, либо муниципальный советник, либо, знаешь, депутат народного собрания. Вот как обстоят дела с этим? Вот с вашей точки зрения, вы где-то, может быть, по другую сторону баррикад, Дмитрий. Как вы думаете, во-первых, если у вас есть вопрос, вы можете задать его нашим спикерам, но как вы думаете, насколько вообще обеспечивается прозрачность в ГГУЗе и вообще на уровне местных органов власти, исходя из вашего опыта? Спасибо, Михаил. Я хотел сначала задать вопрос спикерам, но нет, без проблем. Я сначала отвечу на ваш вопрос по поводу информации. По правде говоря, я сталкивался с запросами информации на сегодняшний день, пока только с примареем муниципе «Камрад». Не раз уже заявляли и в ходе передачи, куда вы нас приглашали, мы тоже об этом не раз говорили, о том, что информация не предоставляется. Ситуации там очень интересные, доходят и до полиции, и до суда, и до первой инстанции. И в апелл-палате потом в окончательном решении принимается в нашу пользу в сторону советников. Решения потом пересматриваются полиции, но все это затягивается, и пока точного ответа по этому вопросу я вам не могу дать, но факт остается фактом, уже больше года я информацию до сих пор не получаю. Как это происходит в других городах и селах Гагаузии, как это происходит в исполнительном комитете, на сегодняшний день я не могу ответить вам точно, но я думаю, что можно начать этим заниматься. Это первое. Дальше в ходе выступления каждого из спикеров у меня поступили вопросы к каждому из спикеров. Подскажите вы мне, как сейчас правильно поступить, задать каждому спикеру вопрос отдельно, или огласить все сразу мои вопросы. От огласите вопросов, кому вы их адресуете, я думаю, вы ответили слово о каждой очереди. Да, ну, значит, смотрите, у меня первый вопрос к госпоже Жековой. В ходе ее выступления Жекова заявила о том, что был принят закон Народным собранием, был утвержден исполнительным комитетом. У меня вопрос, что фактически изменилось после принятия закона о прозрачности? Вы сказали о том, что, возможно, времени немножко не хватило, но я считаю, что все-таки времени было предостаточно. Закон этот вступил в силу в 2017 году, если я не ошибаюсь, сегодня уже конец 2020 года. За три года можно было реализовать, я считаю, этот закон полностью. Вы говорили о прозрачности решений. И, да, согласен, граждане интересуют все решения, принятые Народным собранием, исполнительным комитетом, но я считаю все-таки, что фактически самое главное, что интересует граждан, это финансовые средства, это деньги. И больше всего граждан интересует, куда и как тратятся эти финансовые средства. В конце концов, вы принимали закон по прозрачности принятия решений, но одно из ваших решений это и бюджет. Бюджет вы тоже принимаете. И спрашиваете, то есть предоставляется ли прозрачная информация по проекту бюджета, или она предоставляется прозрачной по исполненному бюджету? Потому что мы все знаем о том, что как принимается бюджет, это одно, но всех интересует самое главное, как этот бюджет исполняется потом фактически. Есть ли отчет за каждую копейку, за каждый бань, за каждый лей со стороны исполнительного комитета? И спрашиваете ли вы с членов исполнительного комитета отчетность за каждую копейку исполненного бюджета? Дмитрий, я, Дмитрий, к вам и ко всем, кто присутствует в студии. Если можно, вопросы задавать лаконичные, чтобы не растягивать, чтобы из этого вопроса не вытекало множество других вопросов, чтобы было понятно, что это чем. Но самый главный вопрос, насколько я понимаю, знаете ли вы и получаете ли вы доступ к информации, или можете ли вы обеспечить доступ к информации о тратах и расходах из бюджета ГГУ? Если очень коротко дать ответ на ваш вопрос. Во-первых, я хочу поблагодарить вас за вопросы. Именно так должны граждане подходить к чиновникам, тогда, когда не только на выборах заканчивается миссия гражданина, а гражданин следит за тем, как работают чиновники. И вы правильно говорите, Дмитрий, совершенно верно, самый главный документ это бюджет ГГУ, и самая главная работа по контролю над тем, как этот бюджет реализовывается и куда расходуется каждая копеечка. Очень сложно добиваться этого, я вам честно должна сказать. Я чуть выше в вступлении сказала, мы документ, бюджет ГГУ здесь скорректированный получили накануне, то есть практически вечером, а завтра нам надо в 11 собираться на заседание и обсуждать. То есть в таком режиме, к сожалению, очень многие документы мы получаем от исполкома. Очень много депутатов возмущает то, что мы получаем реально вечером документ, который финансовый, который нужно изучить, его нужно вникать. Но я хотела бы сейчас, давая на ваш вопрос, а что конкретно сделано с 2017 года и насколько реализован закон о прозрачности принятия решения. Я вам хочу сказать, что очень многие чиновники смотрят на этот закон по-философски. Ну, написано, написано, а что там, а как же нас наказать за то, что мы не своевременно представили? Вот дали нам вечером сегодня эти документы, отправили на майл. Ну что ж, как наказать тех, кто не предоставил своевременно? Написано за 10 дней до дня заседания. Мне кажется, что еще и закон нуждается в доработке, но хочу позитивный момент отметить. Пока не было этого закона про прозрачности принятия решений, даже работа комиссии и решения, которые принимаются комиссиями, и повестки дня заседания народного собрания, заседания комиссии ранее не публиковались на сайте. Я сейчас говорю об законодательном органе. Кстати, не потому, что я представляю законодательный орган, а посмотрите, уважаемые коллеги, тут молодые люди, которые очень хорошо знаете, как изучать работу сайтов, посмотрите, и вы обнаружите, как мне кажется, что законодательный орган, сайт законодательного органа несет больше информации по прозрачности принятия решений, нежели сайт исполнительного комитета ГАГОЗИ. Но здесь не нужно устраивать соревнования, нужно просто сделать все для того, чтобы гражданин максимально быстро нашел ту информацию, которая его интересует. Если куплено какое-то здание, для чего оно куплено, сколько оно стоит? Я не знаю, тут Анатолий Афнач говорил, надо в защиту персональных данных скрывать имена тех, кто выигрывает те или иные тендеры. Я не знаю, я вот впервые слышу такую проблему, я считаю, что если тендер выигран, как же скрыть имя этого человека? Но выиграл человек или предприятие этот тендер? Фирму назвать можно. Маленькая ремарка еще заканчиваю. Ответ на ваш вопрос. Конечно, я после передачи некоторые моменты еще объясню вам, потому что не хочется сейчас очень долго занимать время, но закон о прозрачности принятия решений будет действовать только тогда, мне кажется, еще эффективнее, когда люди будут больше требовать с власти. И мне кажется, сейчас молодые люди, которые очень активны в социальных сетях и говорят о том, что власть недостаточно открыта, вот эти действия молодых людей будут давать свой эффект. Нам надо просветить наших людей, что требовать надо с власти максимально представлять именно финансовые отчеты тех операций, которые делаются за бюджетные деньги. Вам удалось, раз уж мы затронули вопрос о расходах. Мы следим за заседаниями Народного собрания уже вторую неделю и обсуждается бюджет. В прошлом нашем выпуске «Ноктофорум» мы обсуждали в том числе и бюджет. Вы Народное собрание имеете в виду, как орган, просит, или часть депутатов Народного собрания просит исполнительного комитета предоставить детальный отчет о расходах за 2020 год. Мы детального не получаем. Не получаем. Мы детального отчета не получили, но мы очень часто слышим, если вам что-то интересно, пишите нам запросы, мы вам ответим. Но слушайте, не каждый человек и не каждый депутат сегодня должен сидеть и писать запросы, тогда, когда у власти есть обязанность предоставлять это. Поэтому, если вы помните, на одном из заседаний Чимбаев Сергей Ксенч сказал, мы утверждали, как раз это было по-моему в октябре, мы утверждали изменения в бюджет. И тогда Сергей Ксенч предложил, дайте, пожалуйста, вот просто доступно, чтобы всем было понятно, вот табличка, в которой будет написано, вот эти деньги идут туда-то, а вот эти деньги взяли оттуда, перекидываем туда. Но мы очень часто слышим ответ, что мы работаем по методологии Министерства финансов, и вот как положено там по типовым образцам документов, мы такие и делаем. Поэтому тут еще предстоит научиться не находить себе защиту в каких-то там написанных методичках, каких-то фразах, да, а по-настоящему быть готовыми, быть открытыми. Я вот до конца не понимаю. Один пример, Михаил, который, может быть, расставит точки над и в вопросе, получаем ли мы своевременно, и есть ли доступ к информации у законодательного органа. Вы знаете, что обсуждая бюджет, очень многих депутатов возмущает, возмущает, или есть вопросы у депутатов к тому, почему нужно брать кредит. Вот мы обсуждаем много времени, а на вопрос, для чего нужен этот кредит, у нас ответа нет. Вернее, нам не ответили на этот вопрос. Первоначально сказали, может, мы возьмем кредит, а может быть, мы и не возьмем кредит. Кстати, те предприятия, которые намерены исполком продать, вы знаете, вот я взяла с собой, но не взяла в студию, у меня у единственной, по-моему, из депутатов есть листочка А4, на котором есть вот эти названия, этих 10 предприятий, которые предлагается вынести на продажу. А депутаты в пакете документов не получили это. Я получила это на обсуждении этого вопроса на заседании комиссии Народного собрания Гогозии по бюджету. То есть, мне было интересно узнать, что это за предприятие. Я получила, а все депутаты не получили. Но мне кажется, это как раз и есть ограничение доступа к информации, потому что пакет документов должен включать в себя абсолютно все. И здесь минус у власти. Дмитрий, следующий вопрос вы хотели задать, адресовать. Следующий вопрос господину Топал, примару Чудерлунги. Вопрос практически идентичный. Вернемся к финансовым средствам. Небольшой, очень короткий пример. Я, как директор, учредитель бизнеса, отчитываюсь перед налогой. За каждую копейку я все полностью, все прозрачно у нас. Вы точно так же предоставляете отчет по исполненному бюджету, не по проекту вашего бюджета на будущий год, а по исполненному году уже заканчивается 2020 год. Планируете ли вы в январе 2021 года показать все полностью перечисления на что, куда, за что? То есть готовы ли вы предоставить полностью прозрачный бюджет исполненного бюджета вашего города? Во-первых, мы это делаем каждый год. Это в первом квартале следующего года. То есть 2021 год, 2020 год это было. Это обязательное требование, отчет. Для налогов? Нет, не для налогов. Раньше мы назвали его отчет примар перед советниками. Я его немножко переначал. Отчет примарии совета перед жителями. Потому что перед советниками отчитываться в принципе это хорошо, но почему не назвать отчет примарии совета? Потому что ту работу, которую проводят в течение года, ведь работа идет совместная. Допустим примар какие-то или примарии какие-то идеи предлагают какие-то проекты, совет голосует, если совет не проголосовал, мы не можем фактически ничего реализовать. Соответственно я почему примар отчитываться перед советом? Правильный примар и совет отчитываться перед жителями. Мы это делаем в большом зале, приглашаем жителей, но как я уже чуть раньше сказал, что у нас жители не совсем активны. Этот год может быть частично в связи с пандемией люди боятся приходить на такие массовые мероприятия. Мы не можем, но это мы обязательно будем делать в первом квартале 2021 года и делаем каждый год. Если вы видели наш бюджет на 2020 год, он был разложен по каждой статье и когда на университет трансляции бухгалтер три раза прошелся по каждой цифре, то есть каждую статью он разложил. Образование вот это, вот это, вот это. Нам нечего скрывать, мы не хотим, чтобы в бюджете там были какие-то скрытые цифры, которые можно было потом, которые можно было манипулировать и без совета что-то делать в городе. То есть каждый лей, который сегодня премьерия тратит, она обязана пропускать через муниципальный совет. Оно в законе чутко прописано. По-другому просто казначество не пропустит этот лей. те вопросы, которые имеют скажем серьезное значение для развития города или кого-то региона, они обязательно должны проходить через публичное слушание. Другой вопрос, даже когда мы с нами проводил господин Чуварик, да, если я не ошибаюсь фамилию, я задал вопрос. Хорошо, провели публичное слушание, но почему в законе написано, что они носят рекомендательный характер, то есть провели публичное слушание, жители решили вот так, но последнее слово за советом. Совет решил по-другому и соответственно проголосовал и сделали по-другому. В законе все-таки должна быть норма. Если мы говорим про что эти публичное слушание должны носят обязательный характер, то и решения, которые принимаются там, они тоже должны носить какой-то обязательный характер для совета. Но в принципе тогда он не смог ответить вопрос. К сожалению, получается, что фактически мы обязаны проводить, потому что это прописано в законе, но их решение носит рекомендательный характер для совета. Последнее слово остается за советом. Соответственно, как я сказал, мы стараемся все, и мы хотим, чтобы советники были активны, чтобы они приходили, поднимали вопросы по своим округам. Примар в этом плане даже легче работать, когда сидит один примар с аппаратом как же, где, какие, а когда советники активны, и у нас, я не вижу, у нас нет проблем с тем, что советник дал запрос, и мы там, даже если по срокам ты не успеваешь ответить, есть административный кодекс, есть гражданский кодекс, очень сложные кодексы. Они столько ввели бумажные работы, но промежуточный ответ, даже если мы не успеваем, мы каждому жителю обязаны дать, что ваше заявление принято к рассмотрению, или готовится информация, это все должно делаться. Это делается, я не говорю, что идеально, потому что в этом случае жители обращаются в суд. не делают, или полетелу, и как бы пишут, ну конечно, пишут, мы вам дадим, и потом... Можно я две секунды? Да, пожалуйста. Третий вопрос я не буду задавать, я думаю, что здесь другие ребята захотят задать госпожи Косым. По отчету вы говорите, что будет обязательно в первом квартале, и до этого был... Смотрите, как правильно объяснить, у нас тоже, он в муниципе Камрад, был отчет за 2019 год, получается, об исполнении бюджета, он тоже был. Я не знаю, в каком формате вы предоставляете гражданам и советникам эту информацию, но у нас это было настолько, скажем так, все сжато, нам показали презентацию, на которых показали, что вот за бюджет 2019 года сделали 22 километра дорог, сделали вот это, сделали вот это, а когда спрашиваю, хорошо, вот сделали 22 километра дорог, покажите где, какая улица, сколько квадратуры было, сколько было расходовано денежных средств, конкретно вот на улицу Чкалова или конкретно на улицу Танкистов, на ту улицу, сколько, какой толщины там был материал, сколько там щебня, сколько там песка, какой толщины сама брусчатка, и сколько это все стоило. Вот, А такой подробной информации нам не предоставляют. Да, формально отчет был за предыдущий год, за исполненный бюджет, но я там не увидел всех цифр. Вот бюджет есть в Камрате, 87 миллионов лей. Я не увидел конкретно, куда каждая копейка ушла, понимаете? У вас вопрос в структуре самого отчета, правильно? Отвечу коротко. Анатолий Афанасьевич, да, незавидчивый. Главный бухгалтер, значит, коротко отвечу, что когда идет отчет, отчет представляет главный бухгалтер. Это, во-первых, наглядно идет. И самое главное, что это дается сравнение 2018, 2019, 2020 год. То есть, чтобы была видна динамика, что у нас произошло в 2020 году, что было по этой статье в 2019 году. То есть, плюс, как я сказал, сейчас в конце года мы готовим сейчас бюллетень, где будут все проекты расписаны. Сколько метров, квадратных брусчатки, кто подрядчик, какая сумма. Мы это все распишем полностью. То есть, по каждому проекту это будет, в каждый двор мы постараемся, чтобы этот бюллетень попал. Потому что не все могут посмотреть интернет, а постараемся, чтобы в каждый двор этот бюллетень попал. По крайней мере, мы постараемся. Пожалуйста, поезжайте. Я вам дату сообщу, когда это будет. Я так понимаю, вы хотели что-то добавить, Любовь Галман? Да, я хотела добавить по поводу публичных слушаний. Не всегда во всех примариях понимают, по каким вопросам нужно проводить публичные слушания. И вот те вопросы, которые действительно должны пройти через публичные слушания, просто их провести, этого недостаточно. И это считается, если просто провести и не опубликовать мнение граждан, сельчан, жителей, не проводить анализ этих мнений, то в принципе гражданин в следующий раз уже не придет на эти публичные слушания. Поэтому есть специальная документация, но в примариях, конечно, ее найти невозможно, ни сводных таблиц нет, нет ни результатов публичных слушаний. Они просто проводятся, просто услышали, и все. И дальше с проектом решения идут на совет, и совет дальше утверждает по-своему, принимает он то, о чем там говорили, или не принимает. И вот ответ на тот же вопрос. Первый недостаток публичных слушаний в том, что не публикуются результаты граждан, не проводится эта сводная таблица, где гражданин может увидеть, насколько он предложил и было учтено его мнение. И второй недостаток сегодняшних примарий, которые проводят эти публичные слушания, в том, что на этих публичных слушаниях отсутствуют эксперты, отсутствует, скажем так, мнение специалистов. Почему? Потому что все те люди, горожане, которые туда приходят, они высказывают свое мнение, которое не обосновано законодательством. Поэтому ответ на вопрос Анатолия Фанасьевича, почему обязательное проведение нужно этих публичных слушаний, а когда идем на совет, то на совете уже принимают абсолютно другое решение, не учитывая мнение граждан. Потому что советники, они несут ответственность за то решение, граждане не несут ответственность, они высказывают свое мнение, а советники несут ответственность за принятое решение, и они должны его обосновать законодательно. Реплику, позвольте? Конечно. За мою практику, поскольку мы провели публичные слушания, даже проводили местные, допустим, строительство гаражей в каком-то районе, мы ни разу, то мнение, которое высказывалось на публичных слушаниях, мы ни разу это мнение, решение совета не шло в разрез с тем общим решением, которое было принято на публичных слушаниях. Мы не поступаем таким макаром, что если у нас есть мнение, которое нам не нравится, мы просто этого человека удаляем или блокируем. У нас нет этого. У нас практика нормальная, мы всех послушаем. Если это сайт примарии, мнение высказывает человек, если это мнение не совпадает с мнением примарии, мы этого человека не блокируем, не удаляем с этой группы. То есть он пускай себе работает дальше и высказывает свое мнение. Спасибо большое. Тут вопрос от наших читателей в социальных сетях. В частности, по инстаграму выступило по вопросу относительно назначения на должность, руководящие должности в государственных предприятиях, либо назначения должности чиновников. Что очень часто, особенно когда речь идет, я так понимаю, о государственных предприятиях, в случае с муниципальными, в смысле не государственные, а муниципальные предприятия, которые есть на уровне городов. В частности, в Камрате есть два муниципальных предприятия, СУ-канал и МПЖКХ. В Чадалунге есть. Что-что? А есть у нас одно есть. Да, есть муниципальные предприятия. Почему при назначении на руководящие должности, административные должности в этих предприятиях и любые другие административные должности на уровне премарий не проводятся аттестации, не проводятся конкурсы на проверку этих, скажем так, квалификаций? Я с вами не согласен. У нас есть положение, которое утверждено, то есть занятие должности директора муниципального предприятия только на основании конкурса, который проводит административный совет. Нет, это отдельный административный совет. У нас есть административный совет. Предприятие вы имеете? На предприятии есть административный совет, который проводит конкурс. Они по конкурсу отбирают кандидатуру и ее потом утверждает учредитель муниципальный совет. То есть эта процедура, она в положении четко прописана. Спасибо большое. Дмитрий. Гражданин Топал все коротко и ясно сказал на самом деле, как действительно есть. Вопрос я понимаю, с чем это. Да, он только что все пояснил. Все действительно так. Есть админсовет, должен быть, который потом проводит конкурс. Но в связи с тем, что я понимаю, этот вопрос был связан с муниципальным предприятием «Суканал», потому что на сегодняшний день там назначены и исполняющие обязанности директора, который, между прочим, должен был тоже назначаться административным советом. Но ситуация складывается в Камраде так, что административного совета и ревизионной комиссии уже нету около... Ее, в принципе, по-моему, если я не ошибаюсь, не было никогда. Но за последние 3-4 года, когда они должны быть, их не существует, потому что таким образом проще руководству примарии самостоятельно контролировать руководителей этих муниципальных предприятий. А в случае, когда существует административный совет, они уже становятся неподконтрольны. Кому-то это невыгодно. Спасибо большое. Я бы хотел взять вопрос... У нас есть люди, которые пришли и подготовили вопросы. Вячеслав, у вас есть, я так понимаю, вопрос. Пожалуйста. Я хочу больше додать вопрос не как журналиста, а как просто активный молодой человек у нас в Гагаузии. На самом деле, для меня, как для человека, который хотел как-то продвигать молодежь у нас в Гагаузии, была большая проблема поддержки молодежи. Скажем так. Как на уровне региона, так и на местном уровне власть мало обращает внимания на молодежь. Понятное дело, что это проблема как властей, так и молодежи. Но возникает одна из проблем основных, это прозрачность. То есть, чем может воспользоваться молодежь? Первый вопрос по поводу запроса на информацию, о котором вы говорили. Как вы считаете, достаточно ли эффективно работает этот механизм у нас в Гагаузии? Потому что я лично получил только один ответ. Да, один ответ на запрос из восьми поданных мною властям. Могут ли жители вообще обращаться в суд финансово? Могут ли они себе это позволить? И какие еще есть механизмы влияния на власть в случае, если они не предоставляют эту информацию? Еще один вытекающий из этого вопрос, по сути, это, еще ладно, когда мы обращаемся, допустим, в исполнительный комитет, но когда мы обращаемся в местные органы власти, насколько, как правильно объяснить, они обладают достаточным персоналом для того, чтобы отвечать на эти запросы? И как часто они поступают? Еще один вопрос, как предоставляется информация для того, чтобы эта информация поступала? То есть, чтобы эти запросы были, люди должны что-то понимать в этом. Но как они должны понимать эту информацию, если все это написано канцелярским языком? И даже я, человек, который читал, перечитывал эти документы пару раз, не могу ничего понять, а люди, которые вообще этим не интересуются, как они должны узнать об этом? Как вы хотите, чтобы жители были активны, когда информация предоставляется недоступна для людей? Это я так понимаю вопрос. Спасибо большое, да, это вопрос к вам. Ну и если вы хотите ответить, то вы тоже можете на него ответить. Я отвечу коротко. Я не согласен, что у нас молодежь неактивна. Я беру по примеру чадруги, у нас очень активна молодежь. У нас в Примарии работает группа из трех ребят, которые занимаются привлечением проектов, инвестиций написанием проектов. Буквально сейчас они подготовили проект, который называется гражданский народный бюджет. Это то, что в Народном собрании Косовый интернаст готовил. Мы утвердили даже в начальном этапе на следующий год в бюджете небольшую сумму 250 тысяч, для того, чтобы можно было привлекать в том числе молодежь. У нас в этом году уже второй год подряд есть молодежные гранты, которые мы выделяем молодежи, которые открывают предприятия, где создается хотя бы минимум два предприятия. Кстати, в этом же направлении можно, чтобы какая-то молодежь, даже то, что связано с СМИ, где-то мы хотели бы, чтобы, может быть, на следующий год молодежь подготовить какой-то маленький проект, в том числе в этом направлении. Мы стараемся молодежь привлекать, у нас есть молодежная организация, мы им предоставили в том числе помещение. Эти трое ребят, которые работают у нас специалистами, у них должностей не госслужащих, они, каждый из них имеет еще и общественную организацию, законам это не запрещено. То есть только в этом году они привлекли порядка более 10 миллионов рублей небюджетных средств, бюджет города. Это их работа. И вот этих троих ребят. Если говорить про информацию, я понимаю, что есть вопросы. Как вы говорите, что в это все изложить еще на таком народном языке, но когда в законе написано вот так, а если вы открыли бы гражданский новый административный кодекс, вы, если вы почитали бы, то юристы вам сказали бы, они сами не могут разобраться, что там происходит, что вы понимали. И то, что иногда информация более объемная, и на этом этапе просто мы вынуждены давать информацию промежуточную, то, что связано, какой-то вопрос выносится на совет, мы заседание совета не проходит, каждую неделю мы отвечаем, что ваш вопрос вынесен на очередное задание совета. Какие санкции? В случае, если премиария не ответила на запрос, то раньше это была судебная инстанция. Сейчас, согласно законодательной изменения, вы идете по лицу, пишете заявление. У нас уже был специалист, который был привлечен в судебном, еще по старому закону, через суд. Жительница подала в суд, специалист, землеустроитель заплатил штраф за то, что вовремя не предоставил информацию. Соответственно, есть санкции, она действует, кстати. Да, может быть, как сказал советник, где-то вопрос могут затянуть, но для этого есть потом прокуратура, которая должна контролировать сроки, в течение которых рассматриваются жалобы жителей. А жалоб, я вам скажу, что сколько жалоб, что это надо создать целый отдел, который только должен заниматься. И мы не можем жителям объяснить, что если есть проблемы между двумя соседями по поводу земли между ними, это не проблемы примарией. Если не могут договориться, это суд, прямая дорога. Их у нас более тысячи. И все мы отвечаем промежуточно, обращайтесь туда, это не наша компетенция. И мы стараемся отвечать. Да, но есть вопросы, мы с Михаилом спорили, что есть где проще жителя пригласить примарию, посадить его здесь перед собой, ему вот так разжевать, что вот это вот так, вот это вот так. Слушай, я так понимаю, что это проще для всех примаров, лишь бы чтобы не писать. Нет, не лишь бы, как сказал молодой человек, чтобы это была информация, чтобы он понимал, о чем там написано. Любовь Гална, Екатерина Федоровна. Вы знаете, во главе угла решения вопроса прозрачности, так или иначе, на мой взгляд, лежит просвещенность людей. Понимаете? Когда люди не знают о том, что это их право потребовать, и когда люди проявляют несмелость, к сожалению, я сейчас назову слово раболепие. Вот раболепие, оно реально мешает очень многим людям высказать свою точку зрения. Кто-то боится власти, учителя, допустим, да, или медики. Задают вопросы нам, но просят, чтобы нигде не афишировали, какое заведение они представляют. Тоже сталкивались, да? Екатерина Федоровна, чья это ответственность? Сейчас. Елена Мина, вопрос, уточняет, чья это ответственность? У меня как раз в этом направлении тоже был вопрос, извините. Я договорю мысль, да, то есть я говорила о том, что когда люди недостаточно, ну, нет той смелости в силу каких-то причин, я называю это раболепием, потому что я не понимаю, как человек, который работает и получает зарплату, у него есть вопросы к власти, почему ты не можешь задать этот вопрос? Как власть избрана нами всеми? А может он боится потерять работу и зарплату? Вот боится потерять работу и зарплату, вот это и есть раболепие. Не надо этого бояться, вы специалист хороший, у вас есть вопрос к власти, вы его задайте. И вот когда у нас было бы, если у нас будет много смелых людей, которые вот этот барьер раболепия перейдут, тогда они будут хотеть избирать честных людей. И это мой ответ на ваш вопрос, каковы механизмы влияния на власть, если власть не хочет быть открытой и доступной? Единственный, самый главный и самый действенный механизм – это выборы. Выбирать надо честных людей. Мне кажется, люди стали уже, мне кажется, люди наши, в автономии нашей, мы же говорим сегодня о проблемах автономии, о прозрачности в Гагаузе. Мне кажется, что следующие выборы, какие бы они ни были, да, выборы в народное собрание, выборы Башкана и так далее, мне нравится то, что люди стали меняться. Да, это у нас происходит очень медленно. И вот то, что молодежь сегодня так активничает, это радует. Вы говорите о том, что сложно получить, сложно читать ту информацию, которую вам представляют, да, грубо говоря, читать, то есть сложно ее понимать. Безусловно. И тут надо уже, понимаете, если чиновник, который отвечает на ваш вопрос, пронизан тем, чтобы изводить человека, который мне задает этот запрос, то он, конечно, будет изводить сотнями ответов. Но если человек честен по отношению к своей работе, к своим обязанностям, да, получил запрос, я понимаю, что я, может быть, идеализирую сейчас, но никакого другого выхода, пока к власти не придут более или менее честные люди. Без всяких шлейфов ничего не изменится, и ни один закон о прозрачности принятия решений, как бы он досконально не был расписан. Он не будет работать действенно настолько, насколько нам хочется. И потом, вот тут очень много Анатолий Афнач говорил, и Дмитрий говорил о том, что есть какие-то, ну, то есть хочется большего, да, большего в прозрачном распределении бюджетных средств особенно. Вы понимаете, даже если мы сегодня с вами возьмем общество, придумаем хорошее изменение в закон о прозрачности принятия решений, все равно все не расписывается в законах, ребята, понимаете? Закон — это же ведь основные пути действия по реализации этой стратегии, да, стратегии прозрачности в ГАГАУЗИ. А вот нюансы — это же просто на ответственности тех, кто уже избран, получает бюджетные деньги, заработную плату и должен ответственно делать свою работу. Да, Дмитрий, вы хотели прокомментировать? Несколько моментов. Да, пожалуйста. Во-первых, хотел уточнить тот факт, что я работал также в правительственных организациях, в министерстве и в неправительственных организациях, хотя, наверное, больше 95% в неправительственных организациях. Так что, я думаю, я смогу добавить несколько моментов, прокомментировать несколько идей и, может быть, даже дать некоторые идеи. Так, касающиеся запроса на информацию, как обязать правительство на то, чтобы дали ответ на определенный запрос информации. Помимо гражданского давления и так далее, есть и судебный процесс. То есть, на основании закона об доступе к информации вы можете обязать в административном порядке дать ответ на ваш запрос. То есть, в суд и запрос. После этого вы можете потребовать наказания от человека, который должен был дать вам ответ. Если это является не руководящая должность, то, соответственно, работник, который ниже по этой лестнице. Но, в конечном счете, при этом вам не надо доказывать тот факт, что определенный человек должен был дать вам ответ. Обязательства есть у органа. То есть, если вы задаете запрос, вы не разговариваете с определенным человеком, вы разговариваете с органом. Это нужно понять сразу. И, как я уже говорил ранее, вы можете через суд обязать, чтобы вам дали ответ на перечень вопросов. Дмитрий, тут в студии есть люди, у которых есть опыт судебных разбирательств. У меня тоже есть опыт. И он не очень успешный, скажем так. Вернее, он успешный только частично. Суд удовлетворяет требования человека. Но дальше вопрос в том, как вообще это все механизмы исполнения судебного решения. Я вот, как бы, ответ на этот вопрос мы пока еще не получили. Потому что у нас тоже есть опыт судебного разбирательства. Мы получили решение суда, которое удовлетворяет наши требования. Но вот как дальше сделать так, чтобы орган исполнил это судебное решение? Это уже такой сложный вопрос. Я согласен. Я понимаю вас прекрасно. Более того, вы можете получить после этого ответа. Он может быть оставаться формальным. Или чтобы было ничего не ясно. И в таком случае концерт продолжается. Но помимо этого, я бы советовал на основании этого решения задать запрос органу о том, чтобы привыкли к ответственности человека, который дал вам такой ответ. На основании самого решения. Почему я говорю именно таким образом? И опять же, это не одно действие по одному определенному запросу. То есть это должен быть несколько... То есть если бы у меня бы, например, организация бы занималась этими вопросами именно по доступе к информации, то я бы написал, наверное, проект и сказал, что вот будем задавать определенные вопросы по определенной теме по транспарентности. И после этого судебный тяжесть. Только для того, чтобы был определенный подход. Я с вами согласен. Простой, в смысле, как бы рядовой гражданин, за которым нету неправительственной организации, либо организованной, скажем так, организации, извините за тавтологию, он... Это очень долгий процесс. Он занимает время, время, деньги. Нужна юридическая экспертиза, нужна правовая экспертиза для того, чтобы ходить в суды, для того, чтобы добиваться, писать ходатайство, писать обращения и так далее. И у нас еще... у нас осталось буквально очень мало времени. Я бы хотел дать возможность людям, которые находятся в студии, тоже задать вопросы. Елена Мина, Андрей Шевель. Елена, вы хотели задать вопрос относительно... В принципе, хотела всех... Да, пожалуйста, в микрофон, если можно. Спасибо. Ну, касательно вопроса по поводу ответственности, в начале у вас выступление Екатерина Федоровна услышала «нужно интересоваться» фразу, и потом услышала фразу «нужно делать все возможное, чтобы гражданин получил право, так скажем, реализацию своего права». И, в принципе, уже понятно, объективно, среднестатистический житель автономии, насколько сегодня в условиях пандемии он задумывается о том, чтобы использовать это право. Ведь зачастую мы пользуемся этим правом, когда мы находимся в кризисной ситуации, объективно. И как бы это не звучало, как какой-то укор, на самом деле. То есть мне было интересно ваше мнение, то есть ответственность, чья это ответственность, и что конкретно делается сегодня властями для того, чтобы это право как бы было реализовано жителями, вот в принципе в этом направлении. Если говорить о тех запросах, которые поступают в Народное собрание, я не знаю, если есть такие примеры, жители, которые сейчас смотрят эту передачу, могут о них заявить, журналистам в том числе, и для НОКТа МД могут это сказать, нет таких случаев, когда Народное собрание Гагаузии не дало бы ответ тому или иному жителю. Таких случаев нет. Мы говорим о том, когда я говорила об ответственности, я говорю об ответственности каждого... Понимаете, нельзя пренебрегать жителям, потому что когда чиновники, которые становятся властью, идут только на выборы, говорят людям, что мы хотим, мы хотим, а вот есть инструменты, которые прописаны в законе, вот то, что вы хотите для людей сделать и сказать, вы скажите. Вы знаете, я совсем, многие из нас, наверное, сегодня информацию черпаем, в том числе, ну, интересную информацию, разные взгляды на жизнь черпаем у разных блогеров, да, или у разных журналистов, которые работают не на какой-то там федеральный канал, да, а работают просто как независимые журналисты и преподносят ту или информацию для людей. Вот я недавно смотрела передачу, в которой рассказывали про Гамбург, говорили о том, что вот это здание, которое здесь построено, мэрия потратила на это здание 850 миллионов евро. Об этом знают все жители, говорит, рассказывающий об этом. Я задумалась. А знают ли жители Гагаузии, сколько стоит то или иное здание? И чья это вина? А власти, которая же не говорит. То есть не то, что не говорит, если один чиновник отдельно взятый, неважно это башкан, депутат или еще кто-то, пришел в какую-то передачу, ему задали вопрос, а сколько стоит то здание? Он, может быть, и ответит. А ведь эта информация могла быть общедоступной, правильно? То есть когда объявлялся тендер, люди должны были знать, что вот на этом месте будет то здание, которое будет стоить столько-то денег. А эти деньги будут из бюджета, я вам говорила чуть выше про кредит. Нам, депутатам, предлагают голосовать за закон о бюджете Гагаузии, но не отвечают на наши вопросы. Как же мне голосовать как депутату? Как я должна приехать в Чешмякю и объяснить людям, что я проголосовала за дефицитный бюджет, что я проголосовала за то, чтобы позволить исполкому взять 119 миллионов леев кредит? Что я должна сказать своим жителям? На что пойдет этот кредит? Я не знаю, мне не объяснили. Поэтому мы не голосуем. Ну, те, которые не голосовали, у нас разные мнения на этот счет у коллег. Вот почему я об этом говорю? Только степень ответственности каждого, понимаете, время порядочных людей. Я бы так сказала, мне кажется. Я не знаю, я актимист, я верю в это. У меня просто впечатление складывается, что нет диалога ни между властями и обществом, ни внутри институтов на самом деле. Очень коротко я хочу сказать. Елена, знаете, ваши выводы о том, есть ли диалог между законодательной властью и исполнительной властью, он очевиден. Этого диалога нет. Простой ответ на этот вопрос. Да, это так или нет, это не так. Да, это так. Мы обсуждали бюджет на заседании Народного собрания уже дважды. Ни разу не было Башкана Гагаузи, который, ну, под руководством Башкана Гагаузи составляется этот закон. И у нас есть вопросы у депутатов к Башкану. Диалога нет. Ни на публичных слушаниях не было Башкана, ни на заседаниях бюджетной комиссии мы не видим. Я считаю, что люди избрали Башкана. Башкан отвечает за этот закон, как и за многое другое. Есть много хороших вещей сделано, а вот к этому документу есть много вопросов. Я думаю, что вот недоверие, оно вот здесь, когда принимается основной закон. Любая Милла, вы хотели что-то добавить, прокомментировать? Да, я хочу добавить по поводу того, кто ответственен за то, что не поставляется информация, вообще вернуть всех к закону о доступе информации, потому что этот закон регламентирует, что отношения формируются между поставщиком и получателем информации, то есть физическими и юридическими лицами. Так вот здесь, в этом законе предусмотрено, что поставщик информации имеет обязанность, а остальные имеют право. Поэтому ответственность лежит на поставщике информации, а не на том, кто сделал этот запрос. С другой стороны, если бы поставщик, согласно этого закона, исполнял бы свою обязанность четко, то тогда не было бы этих запросов. По крайней мере, их было бы меньше. И вот возникает вопрос, если бы мы, вернее поставщик информации был бы настолько прозрачен, использовал бы инструмент как официальный свой сайт, если бы он был настолько прозрачен, то не было бы никаких запросов в его адрес, не надо было сидеть, как говорят некоторые примары и целыми днями и ночами отвечать на эти запросы. То есть всю информацию официальную, не то, что там прошли какие-то мероприятия в городе и так далее. Это люди и так слышат. А вот именно официальную информацию, она более статичная, она содержит финансовую составляющую, она содержит отношения между теми, кто организует какие-то мероприятия, проводит, кто отвечает и так далее. Поэтому, если четко следовать закону о доступе к информации, то жители имеют право задавать эти вопросы, а поставщик информации, он обязан это сделать. И что касается закона о прозрачности, одно вытекает из другого, это почти то же самое. У нас вопрос есть от Андрея Шивеля. Андрей, пожалуйста. Спасибо, у меня будет два буквально очень коротких лаконичных вопросов, чтобы экономить наше время. Первый вопрос к Любови к СМ. Вот вы говорили о том, что вот надо создавать сайты в районе ОК, хорошо, сайты будут созданы. А где гарантия того, что люди потом будут посещать эти сайты и знать вообще о их существовании? Потому что, допустим, в Камрате есть сайт премьерии Камрат МД, ну он заполняется относительно информации, да, но вот, например, Дмитрий не даст соврать, многие люди даже не знают о том, что этот сайт вообще есть. И то есть нету, вот этот сайт есть, но сами люди, которые вы должны посещать, они не знают о нем. И как популяризовать, скажем так, сайты премьерии. Вот, и второй вопрос уже к представителям, скажем так, чиновничьего корпуса, да, госпожа Жекова и господину Топалу. Как помимо сайта, есть ли какие-то другие механизмы информирования населения? Например, чтобы те же муниципальные советники беседовали со своими избирателями и информировали их о том, что делается в населенном пункте. Или чтобы сами депутаты Народного собрания проводили какие-то периодические встречи, отчеты, а не только раз, допустим, в 4 года о том, какую работу они провели и вообще, что делается в населенном пункте. Спасибо. Ответ на ваш вопрос лежит в теме гражданское просвещение. Так вот, вопрос, кто должен просвещать граждан? Конечно, в первую очередь должны просвещать граждан те, которые создали сайт и помочь его продвинуть. Занимаются они этим вопросом или нет, не знаю. С другой стороны, в гражданском обществе есть неправительственные организации, которые заинтересованы, чтобы граждане знали и чтобы граждане реализовали свое право. Недавно мы провели кампанию «Право знать». Каждый имеет право знать. Так вот, в рамках этой кампании мы проводили гражданское просвещение, то есть рассказали о всех правах граждан, какие они имеют права. Мы это опубликовали, но, естественно, мы не можем за одну кампанию просветить настолько в той мере, чтобы каждый житель об этом знал. С другой стороны, мы еще и занимаемся продвижением сайтов каждого населенного пункта на территории Чедерлунского района. Мы выезжаем, делаем выездные рейды, мы делаем стикеры, мы делаем листовки именно с шапками этих сайтов, рассказываем, что можно, как можно найти на этом сайте. И хорошо, что сейчас в этой кампании приняли участие и примарии, они вместе с их работниками и нашей работниками, мы эту работу еще продолжаем проводить. Но смотрите, в чем заключается вопрос. Сайт имеют многие примарии, но для того, чтобы его продвигать, надо, чтобы он был полный. А я чуть выше говорила, то есть он должен быть полной информации, а я чуть выше говорила о том, что многие разделы пустые, что продвигать-то, только бренд, только бренд он не нужен, нужен именно раздел по прозрачности и транспарентности. Я бы здесь, скажем, вопрос о том... Я отвечу уже коротко на какие-то... Да, давайте, давайте, я потом зарезу. Ну, по нашему сайту я хочу сказать, что была информация, где было до 10 тысяч просмотров, мы понимаем, что про наш сайт жители знают. По крайней мере, те жители, которые имеют интернет, они по сайтам нашим пользуются. Да, не вся информация мы... Я лично анализирую, вижу, какая информация вызывает больше интерес по количеству просмотров, то есть это все наглядно видно. Что людей интересует, какая информация и вообще абсолютно не волнует. Если говорить про другие источники, мы выпускаем бюллетень, который печатаем. У нас 6 тысяч экземпляров, мы стараемся посредством почты разнести этот бюллетень. Тем более, сейчас условия пандемии, мы не можем проводить публичные слушания, не можем проводить большие встречи. Это как бы один из, я считаю, действенных мер, где можно и до бабушек, и до дедушек, допустим, которые не пользуются интернетом, довести ту или иную информацию. Да, она не полная, но по крайней мере, хоть в целом, кроме газеты «Знамя», у нас еще, потому что газета «Знамя», у нас больше идет перепечатка определенного издания, я не буду рекламировать. А если говорить про бюллетень, мы стараемся давать информацию, которая есть реально в городе, то, что происходит. У меня вот вопрос к вам, Анатолий Владимирович, зачем тратить бумагу и печатать бюллетень? Все люди сидят в интернете в вайбере? Нет, не все, я с вами не согласен. А у вас есть статистика, сколько людей сидят, сколько людей не сидят? У нас есть статистика, мы понимаем, что сколько людей не сидят. Сколько? То есть очень много сидят. Старики, я бы не сказал, что у нас сегодня, извините меня, мы говорим, какой компьютер, мы знаем, в каком положении живут наши старики, какие они получают пенсии. Хорошо, если есть дети там, допустим, я беру даже на примере моей матери, она не имеет интернета, она не имеет доступа, а ей этого и не хочется. Так проведите матери интернет. Она не хочет этого, мне говорят, это неинтересно. Есть телефон там, но чтобы, соответственно, я считаю, что эта услуга, она не дорогая, я вам скажу. Это дешевле в год, нежели содержать газету «Знамя», которая, кстати, содержится, опять же, за счет рекламы. Но вот я сейчас хотела очень коротко, Андрей, ответить вам, вы, мне кажется, задали вот очень хороший вопрос. Как просвещать людей, да? Примерно так звучал ваш вопрос. Вы общественное телевидение ГРТ смотрите? Честно, не смотрю. А вы знаете, общественное телевидение ГРТ финансируется из бюджета ГАГАУЗИ? В размере 6 миллионов лет. Это да, да, знаю. В год. Да, я всегда говорила, что этого недостаточно, но если, но телевидение и радио должны работать по-другому. Так вот, вопрос о просвещении. Вот общественная компания ГРТ, которая получает бюджетные деньги, то есть народные деньги, да, и средства налогоплательщиков, ее основная миссия, как любого общественного телевидения и радио, просвещать, информировать и развивать. И вот если вы часто видите на экране ГРТ просветительского характера ролики, которые помогают людям понять, как им получить информацию, как быстрее дойти до власти, если вы в условиях пандемии, да, хотите обратиться, то есть какие есть для этого рычаги. Вот если это делает ГРТ, значит оно работает правильно, оно просвещает. Если на ГРТ нет вот таких роликов, значит у нас есть неэффективное использование бюджетных средств, потому что люди должны не просто видеть пресс-конференции, брифинги и короткие новости на общественном телевидении. С пресс-конференции и брифингов. Да, но я хочу сказать, кстати, слово. Вы видели на ГРТ обсуждение бюджета? Вот чтобы вот такое широкое. Допустим, то, что мы сейчас здесь, пусть немного, да, эта студия, этого издания вбирает сюда людей, но такие обсуждения должны быть на общественном телевидении. И тогда мы будем думать, что да, деньги тратятся бюджетные, но люди просвещаются. И журналисты этого канала помогают людям понять, каков путь более оптимальный тогда, когда тебя интересует тот или иной вопрос. Я думаю, что коллеги не дорабатывают в этом. Да, последний вопрос, буквально последний вопрос берем. Я маленький вопрос имею к господинам депутата. Да, давайте, да, Елена задаст, а потом вы зададите вопрос депутату. Да, Елена, пожалуйста. У меня вопрос будет к господину примару. Лично меня очень радует, что вы используете механизм разделения ответственности в контексте молодежной группы, о которой вы сказали. То есть то, что каждый специалист несет ответственность за определенные действия. Это один момент. Касательно стратегии прозрачности. Сколько времени она у вас существует? Сколько действует? И вы сказали о противоречии и о том, что вы должны скрывать личные данные, да, ну, бенефициара, допустим, получателя. Ага, вас обязывают. Вот в контексте этого противоречия и сокрытия вот этих личных данных, есть ли внутри вашей структуры какое-то положение, да, на которое вот вы, на котором… Ссылаетесь. Да, на которое вы ссылаетесь, когда вот, ну, вы скрываете, либо все-таки есть моменты, когда из ситуации, ситуативное принятие решений. Значит, стратегию мы в этом году разработали в рамках какого-то проекта. Я сейчас могу ошибиться, то ли в рамках проекта Комментатия Мяя, я уже сейчас… У нас очень много в этом году проектов, и мы разработали опять же в рамках… Это эксперты нам ее помогали разрабатывать, мы ее утвердили через… Это в этом году она принята. Если говорить про то, про противоречия, мы получили документ официальный с Центра по защите персональных данных, они нам говорят, или вы должны закрывать камеру на этот момент, когда, допустим, вы знаете, что будут называться. Но мы решили, что камеру мы… вот последнее заседание мы камеру не закрывали, просто мы на комиссии обсуждаем, допустим, выделение материальной помощи, бюджетная комиссия обсуждается, фамилии все там есть, какая сумма, советники на руках имеют фамилии, а когда уже непосредственно встает вопрос, допустим, Иванов, там пункт «Ж», то есть советник говорит, пункт «Ж», у меня есть вопросы, почему выделяется эта сумма именно этому человеку, то есть стараемся, но камеры мы решили, что отключать не будем, никакого положения у нас не принято, потому что я говорю, что здесь есть закон о доступе к информации, здесь закон о защите персональных данных. Мы решили, что мы камеру не выключаем, единственное, что мы фамилии не озвучиваем, а советники имеют возможность на бюджетной комиссии, и они имеют на руках непосредственно фамилии. Но стараемся, чтобы они вслух, вернее, не озвучивали фамилии непосредственно, заявители, да. – Субъективный вопрос. – Я благодарю вас за вопрос. – Очень интересно. – Последний вопрос Екатерине Ходлиной, и на этом, я думаю, ему про решение. – Тоже в контексте прозрачности. На последнем заседании Народного собрания присутствовал председатель Ассоциации примаров, который представляет большинство примаров и Гаузии. Мне как примар было очень неприятно, когда господин Горизан не представляет интереса Капчак, а большинство примаров и Гаузии пытался получить слово, и ему не дали слово в Народном собрании. Вот мы сейчас говорим простые люди, простые люди, а мы говорим про Ассоциацию примаров, где тоже даже слова не дали на заседание, но потом, потом, потом в итоге так и не дали, что хотел сказать примар, который представляет интересы большинства примаров и Гаузии. Чтобы понимали, что мы говорим не только то, что где-то в этом вопросе обижены простые рядовые жители, но это касается и чиновников. То есть мы примары, мы не можем получить информацию или высказаться по тем или иным проблемам, которые в Гаузии, они действительно очень актуальны, как принятие бюджета, по которому будет жить не только Гаузии, но и все примарии. И, Ксения Пьевна, почему? Мнение просто я, не почему, а мнение, да. Если вы смотрели это заседание Народного собрания, вы слышали, что я, по-моему, одна из первых обратила на это внимание и попросила спикера учесть то, что если здесь присутствует человек, представляющий публичные органы власти, местные, да, то он тоже по тому же вопросу, наверное, по которой мы обсуждаем. Потом еще трое-четверо депутатов предложили спикеру не делать подобного, потому что, ну, если люди имеют... Кстати, закон о прозрачности принятия решения как раз и предполагает, что все заседания открытые, и на заседание может прийти не только председатель ассоциаций, либо 26 примаров, а может прийти любой человек, и по тому или иному вопросу он может попросить слово и может высказаться. Вы знаете, запретный плод сладок. Вот я не знаю, почему многие чиновники на разных уровнях... Вот зачем запрещать людям говорить? Я вот не понимаю этого, но, к сожалению, случилось, что случилось. Мы потом, депутаты, свое мнение по этому поводу еще высказали. Спикер свою точку подобным образом сформулировал. Когда будет второе чтение бюджета, тогда господин Горизан, либо другие примары могут высказываться, потому что будет постатейное обсуждение бюджета. Сейчас это было первое чтение. Я хотела сказать один момент, который имел раньше место быть в законодательном органе. Вы помните, я думаю, что здесь сидят люди, которые в разное время следили за заседаниями Народного Собрания Гагузи. Было такое время, Любовь Михайловна очень хорошо знает, и Анатолий Афнаевич, думаю, тоже, когда принимались решения проводить закрытые заседания Народного Собрания. Правда? Была такая практика. Такой практики уже нет. И это пусть маленькое, но достижение Михаил Серкель вместе с Пилигрим Дема, как мне кажется, помогли переломить ситуацию в Чешмеке, когда один из советников хотел заснять заседание совета, а ему это не позволяли делать, потому что примары, советники считают нужным выдворить камеру из зала заседаний. Человек говорит о том, что на закон позволяет мне производить съемку, как просто жителю, даже если не советнику. Теперь уже этих моментов нет. Ни один примар теперь уже не скажет, что нельзя снимать. Правда же ведь? Теперь и это пусть маленькое, коллеги, пусть маленькое. Я понимаю, что очень много вопросов и проблем в жизни автономии, но это достижение. Я думаю, что все меняется и меняется к лучшему. На этой позитивной ноте я предлагаю подвести итог. Я благодарю вас всех за то, что приняли участие в сегодняшних дебатах, в сегодняшнем выпуске Ноктофорум. Уважаемые спикеры, я благодарю те, кто в студии в качестве гостей, зрителей и тоже участников, потому что задавали эти вопросы за ваши вопросы и за ваше активное участие. Я благодарю нашего эксперта Дмитрия Русу, который с нами был на связи по скайпу за его комментарии и экспертизу в течение передачи. Оставайтесь на сайте, посещайте сайт Нокто как можно чаще, вы будете в курсе того, что происходит в Гагаузии, Республике Молдова, в том числе и в вопросах, связанных с прозрачностью процесса принятия решений. Увидимся в следующем выпуске передачи Ноктофорум.